В общем-то, Fusion Brain. Fusion Brain — интересный инструмент, конечно, как здесь описываешь, новые, потрясающие изображения на основе E. В отличие от MidJourney, она стала платной и более неинтересной. Fusion Brain AI доступен бесплатно. Fusion Brain AI прекрасно, как я с самого начала сказал, понимает русский язык и имеет интерфейс полностью на русском языке. Инструмент позволяет создавать качественные изображения из простой текстовой подсказки, а также, что немаловажно, изменять существующие изображения, используя разные стили. Но здесь не только, так сказать, изменять существующие изображения, а... Ладно, сейчас покажу. Работа с Fusion Brain AI. В общем-то, самое первое. Давайте я вам скину ссылочку. Там можно вроде авторизировать, вроде авторизироваться при помощи Google аккаунта. Давайте я сейчас выйду с аккаунта. Fusion Brain AI. Начать. Да, я здесь не разлогинюсь. Ладно. В любом случае, не тяжелее. Только я вам скинул ссылку на эдитер. Сейчас я немножко ее подправлю. Вот так я сейчас сделаю. Просто на официальном сайте. Ну и на официальном сайте уже справа есть кнопка «Начать». Нажимаем кнопку «Начать». Предложат нам авторизироваться. Ну, естественно, авторизировали, зашли, и все замечательно. Да, то есть, я все-таки понял, Кадинский, исходя из того, что он предлагал перейти непосредственно на платформу и так далее. Конечно, там написано, что Кадинский нейросеть, Кадинский сам по себе развивается, бла-бла-бла. Но я так понимаю, что он по большей части работает на основе, в общем-то, этой нейросети, Fusion Brain AI. Поэтому, в общем-то, на нее он постоянно как бы иссылается. Давайте, ну, если что, тут ни VPN ничего не нужен. Можете спокойно регистрироваться и не мучиться. У меня просто в опере по стандарту стоит VPN, поэтому все, куда я не зайду, у меня все будет с VPN. К слову, про русский язык. Да, можно выставить на английский, можно выставить на русский, но так как изначально российская разработка, можно не бояться писать на русском. В общем-то, здесь мы впервые видим или знакомимся с таким понятием, как Canvas. То есть вот это все поле, которое находится перед нами, оно называется Canvas. Canvas. Canvas, по сути, это у нас, вот как у нас была нейросеть Notion, да, в которой мы могли сколько угодно текста расставлять, писать, что-то дописывать, изменять, выделять. В общем-то, много всяких разных действий с текстом делать. Самое такое базовое, где мы видели, ну, что-то похожее, это рутер был, нейросеть, да, для копирайтинга, где, ну, такой достаточно примитивный был, ну, достаточно примитивное поле для работы. Я бы сказал, это даже не поле, это workbench такой был, да, в котором можно было, в общем-то, работать, что-то делать, что-то вставлять. Здесь же у нас в нейросетях, в таких, ну, платформах, да, в общем-то, на которых можно составить какие-то изображения, менять их, как-то дорисовывать, доделывать. И так далее. У нас есть понятие, в общем-то, Canvas. Во-первых, мне очень нравится, если что-то генерить, почему мне не сильно нравится в Telegram-боте, потому что включается вот этот вот режим «Веди сообщение», «Веди сообщение», «Веди сообщение», «Веди сообщение», «Веди сообщение», «Негативный промп». Ну, понятно, что здесь тоже нужно его вводить, но при этом здесь все, ну, я бы сказал, находится в такой, в таком режиме легкого доступа. Ну, по инструментарию. Понятно, что с последнего момента он, ну, интерфейс немножко поменялся, что-то снесли в одну сторону, что-то снесли в другую сторону, но общий принцип остался тот же самый. Во-первых, что здесь у нас есть? Ну, сама по себе генерация. Сама по себе генерация – это первая вкладка. Вторая вкладка – это ластик. С ластиком мы работали, ну, как у нас там, не совсем, мы работали больше с генеративной заливкой, но и ластик у нас там тоже был. В общем-то, что-то, да, подтереть, передвинуть сетку. Наконец-таки они, ну, они убрали этот инструмент, и для того, чтобы двигать сетку, сейчас я вспомню. О, точно. Для того, чтобы вот таким вот образом двигать сетку, а не двигать, в общем-то, рамку, необходимо зажать пробел. Зажимаем пробел, и можно спокойно, в общем-то, двигать. Да, к слову, ну, отмена Ctrl-Z, шаг вперед, повторить – это все есть. А все эти кнопки, ну, откуда я знаю, что пробел и надо зажать для того, чтобы двигать кнопку – пожалуйста. Вкладка управления. В общем-то, здесь можно все посмотреть. И вот, пожалуйста, Space и левая кнопка мыши. То есть они попереносили инструментарий с этих панелей, ну, так сказать, в более удобное место. Хорошо. Дальше. Вот, предположим, есть у меня такой промт. Я специально себе здесь все эти промты заносил. Можете тоже их брать, пробовать, копировать с презентацией. Вроде можно даже в режиме просмотра. Ну, или, по крайней мере, можно переписать. Девочка лобит рыбу на пристани. Лес, вечер, мало облаков, солнце, закат, сидит кот. Сидит кот и удочка. Если вы еще не привыкли к промтам для генерации изображения, то, мне кажется, сейчас… Ну, ладно. Я вам на следующем занятии хочу показать, как вот прям с нуля, с нуля, вот прям создавать и создавать, и создавать изображение. То есть, как менять эти промты, что в них дописывать, что изменять. У меня там такая пошаговая, так сказать, инструкция. Была такая же инструкция для текстовых, в общем-то, промтов. Ну, если у меня будет так. Возьму тот же самый промт. Все, ничего не меняю. Пробую генерировать. Продолжение следует. Ну, FusionBrain, давай, не расстраивай меня. Почему-то в Телеграме генерится быстрее. Хорошо. Теперь, да, к слову, я могу сгенерить картинку, я могу ее куда-то поперетаскивать, да, как-то изменить. Ну, я просто сюда куда-нибудь в левую сторону воткну. Можно, опять же, переместиться. Теперь я захочу сделать стиль… Да, к слову, для того, чтобы выбрать стиль, выбираем здесь стиль. Ну, хочу детальное фото. Все, оставляю тот же самый промт. Сгенерирую еще одно видео. Ой, еще одно видео. Еще одно фото. Да, кстати, фотка получилась немножко странная. Тут появилась где-то вторая удочка, и эта вторая удочка парит в воздухе. Ну, все равно какие-то артефакты есть. От них сильно никуда не убежать. Так, тут что? Господи, что у кота с глазами? Ладно, руки на удочке я не вижу. Так, это еще удочка с одного места, еще удочка с другого места. Ну, выглядит, я согласен, немножечко страшновато. А если попытаться это в другом стиле сделать? Пусть будет киберпанк, хорошо. Пусть генерируется. Так, чат, чат, чат. Третьего июля учимся. Ну, я готов провести занятия. Тут все будет зависеть от группы. Если все захотят отдыхать вечером, ну, тогда перенесем. Если нет, все захотят заниматься, то я буду только за. По крайней мере, у меня планов на третье число на вечер. Я домечаюсь. Вот я так, я тоже так же думаю, да, зачем нам разрывать. Понимаете, ну, замечательно. Я прошу прощения. Можно вот еще раз повторить инструментарий? Потому что я здесь и регистрировалась параллельно, и что-то пыталась смотреть на ваши инструменты. И я, честно говоря, какие-то, конечно, инструменты упустила. Я так понимаю, верхняя линейка – это мы настраиваем что-то, можем вернуть какие-то наши опции, если там что-то, да. А с чего начинаем создавать? Вот у нас там квадрат на черном этом поле. Это что? Смотрите, смотрите, Татьяна, да, еще раз поясню. Может быть, кто-то тоже регистрировался, чтобы было понятие. Смотрите. Вот эта вся область, то есть вот эта вся, то, что мы видим сзади, да, с квадратиками, это у нас называется область Canvas. Ну, или можно назвать просто холст. Хорошо. Холст, Canvas, как кому удобнее. Вот этот самый квадрат, который мы можем поперетягивать, который мы можем сделать, это основная наша область, в которой будет генерироваться картинка. То есть, как видите, я могу генерировать картинки и, в общем-то, перемещать их, ставить где-то рядом друг с другом, ну, в общем-то, как угодно. Дальше. Прямо-таки вот в этом квадрате я уже пробовал нажимать на стиль. Ну, самое основное — это prompt, да, где я пишу. Промпт, кстати, можно подключить еще, а не подключить сюда ArtGPT какой-то. Поможет доработать контекст. Ну, ладно. Негативный prompt мы пока что не трогаем здесь. И, в общем-то, выбор здесь стиля, то есть все. Сверху еще максимальное разрешение картинки — это 1024 на 1024. Основное такое разрешение, которое у нас было и в Telegram-ботах, и в этом мы генерили. Как оно называется? А в Adobe Firefly у нас была такая же, что все картинки по стандарту генерятся от 1024 на 1024. Дальше. Это я сейчас еще не показывал, но есть возможность поменять. Это самое расширение. Сверху что у нас есть? У нас есть, в общем-то, какой-то ластик, да, мы можем что-то подтереть, ну, какую-то картинку. У нас есть возможность вставить свое изображение, потом поясню, зачем вставлять свое изображение. У нас есть, соответственно, отмена, да, то есть понажимать Ctrl-Z, вернуться обратно, ну, или же наоборот, понажимать сюда, просто Shift-Ctrl-Z, это шаг вперед у нас получается. Плюс, вот как я перемещаюсь по этому холсту. Если мы просто будем нажимать, мы не переместимся, да, нужно зажать пробел и перемещаться непосредственно по этому холсту. Но откуда я это взял? Потому что в презентации у меня немножко старенький интерфейс, да, на котором, в общем-то, здесь нужно было выбирать отдельно руку, отдельно перемещаться и так далее. Платформа развивается на месте не стоит. Здесь есть возможность нажать в левом, ну, точнее, в основном меню на такой значок с клавиатурой, и здесь будут указаны все, в общем-то, инструменты. Ну, и также ходки, типа вот инструмент Lastic-E, I и так далее, на Prompt, генерация. То есть вот этот наш основной инструмент, он как раз-таки называется генерация. Поэтому, чтобы на него переключиться, нужно нажать G. Это пока что все. Это пока что все. То есть у нас здесь, так сказать, все компактно, все удобно. Самое главное запомнить вот этот вот инструмент генерации, запомнить, соответственно, плюс-минус, где находится негативный Prompt, да, там, но стилистика, это уже ладно. Ну, и плюс какие-то здесь инструменты, то есть что-то тоже нам это в будущем поможет. Fusion Brain или Брайн, как его правильно. Fusion Brain. Да, он только используется для изображения. Видео здесь не работает, правильно? Татьяна, спешите, смотрите. Видите, смею. А, вот видео, да, все, вижу. Да. То есть и изображение плюс видео, и плюс еще вы говорите простые тексты. Ну, то, что вы говорили в начале. Вот это я на самом деле, нет, я думал, что Кадинский умеет генерить какие-то тексты. Нет, не умеет он генерить тексты. В этом плане немножко ошибся. Ее все-таки затачивали непосредственно под изображение, поэтому нет, тексты мы не генерим. Понятно, спасибо. К сожалению, да, была бы тогда универсальная, я полностью с вами согласен. Иван, а давайте попробуем вставить эту фотографию кошечки-ночки, вот где вставить свое изображение и вот дать вот этот вот закат, что получится. Потому что здесь чем дальше фотографии, тем их больше, тем они страшнее. Посмотрите последние, это же вообще ужас. Ну, я знаю, да, у нас здесь какая-то девочка в фуре получилась, у которой... Ну, потому что я не регистрировалась, давайте попробуем, пожалуйста, вот вставить свое изображение и эту же кошку давайте вставим. Конечно, конечно, Ирина, не переживайте, мы вставим фотку, мы вставим изображение. Сейчас до этого дойдем. Сейчас до этого дойдем. Спасибо. Да, ну, соответственно, можно отсюда скопировать этот промпт, подставить какой-то стиль и так далее. Смотрите, простые изображения создаются одним нажатием кнопки, да, и опять же, как вы уже успели заметить, картинка генерируется внутри синей рамки. Ее, как вы тоже заметили, да, можно передвигать, уменьшать, увеличивать и так далее, да. Здесь у меня, в общем-то, пример такой для работы, что можно что-то другое выбрать, и вот как раз-таки то, на чем я хотел сакцентировать ваше внимание, плюс потом после этого добавить свою фотографию. Смотрите, какая здесь у нас штука. Вот первое изображение, да. Океан, воин доспеха, взрыв, бла-бла-бла-бла-бла. Давайте попробуем тогда загенерить что-нибудь с кошками. Сначала просто сами генерим. Предположим, а, слушайте, давайте мы просто возьмем, нагло украдем промпт из Кадинского. Вот так, давайте мы не будем делать эту рекламу, просто хорошие котята, играют, послушные, приученные, глотку, чистоплотные, вот так вот сделаем. Извините, еще раз, а как вы делали на несколько вот этих вот областей, в которых генерируется изображение, как переключение созданного изображения на новое? Немножечко, не понял. В плане, как я просто в разных местах это делал? Ну, то есть, получается, я одно сгенерировала, и хочу тоже сделать, например, там, восемь клеток. Вот как мне сделать уже вторую клетку, если они понимают переключения. Ну, почему у вас четыре квадрата, скажем, каута один? Как добавить еще вот эти квадраты с изображением? Честно, честно говоря, я немножко... А, или в том плане, так это две разные картинки. Нет, ну я вижу, что это вообще три разные картинки. Ну, получается, что вот я параллельно делаю в программе. Я не понимаю, как у вас дублируется переход, например, с первой созданной картинки, чтобы появлялся прямоугольник, в котором создается вторая рядом картинка на такую же тематику, но, возможно, там... А, в плане, что у вас прямоугольник просто не двигается? Все, до меня дошло. Сейчас, секундочку. Просто в какое-нибудь рандомное место кликните? Ну, это не получается. Я уже попробовала. То есть, у меня напоминает иллюстратор, но я понимаю, что оно не переключает. Ну, хорошо, давайте, давайте, вот у меня, предположим, выбрано изображение. Я нажимаю «Подтвердить изменения», и все. Да, как делаешь? Смотрите сверху в меню «Подтвердить изменения». Сейчас, секунду, попытаюсь. Интересно, это ново, но у меня промпт, негативный промпт стиль, сбросившись, у меня никакого нету. Ну, если изображение сгенерировалось, вот, предположим, вот так вот оно сгенерировалось, у вас, если это рамка, вы можете ее просто взять и перетащить в другое место. Если у вас... Я поняла, просто рамка, да. Ну, у меня нет вот этой вот кнопки, про которую вы говорите. Рамка, да, сейчас пошла. Все, я поняла, спасибо. Все, я понял. Хорошо, что разобрались. Да, да, меня просто сразу-сразу немножко не дошло. Я подумал, что вы хотите широкоформатную картинку, ну, типа на 8 ячеек сгенерировать. Все, у меня дошло. Хорошо, генерируем, в общем-то, хотя, так, давайте я, наверное, сделаю вот так и отнесу куда-нибудь. Ну, ладно, вот пусть здесь где-нибудь будут клетки. Хорошо, и мы теперь попробуем здесь нагенерить. И потом покажу, в общем-то, одно из преимуществ, так сказать, вот этого квадрата и генерации в этом квадрате. И потом то же самое попробуем с фотографией. Ой, я это сгенерил в стиле киберпанк. Ладно, хорошо, неважно. Вот здесь хорошие котята, но пусть будут в стиле киберпанк. Ладно, здесь же не столь важно. Ой, а можно вопрос, да? Да, конечно, Татьяна. Значит, смотрите, я набрала Prolt, ну, там тоже с Телеграм забрала скандинский. Мы, когда его сюда ввели, вот здесь вот есть такая вот желтенькая справа, возле Prolt самого, видите, там палочка такая. Я так понимаю, это помогает нам контекст какой-то, да? Это помогает, помните, я вам показывал, по-моему, это было воврайт, нет, не воврайтсонике, это было в копиманке, по-моему, или воврайтсонике было. Там был такой инструмент, рианом с промптом, который называется Magic Wand, короче, волшебная палочка. Я так понимаю, работает здесь он по тому же самому принципу. То есть он, ну, давайте сейчас я попробую. То есть мы нажимаем эту палочку, а потом на саму фразу, на саму вот эту фразу или на какие-то слова? А сейчас попробуем. Котенок. А, или у меня есть одно предположение. Нет. Интересно. И каким образом он будет работать? Поможет доработать контекст. Сейчас посмотрим. Он просто не предлагает фразу, но он и не меняет промпт. Возможно, он пытается доработать контекст того, что есть уже в нашем промпте, и из-за этого он начинает лучше... Слушайте, о чем мы мучаемся? Просто этой штуки раньше не было, поэтому... RGPT. Ладно. RGPT ведет, конечно же, на... Непонятно что. Ладно, давайте просто посмотрим. Я уверен, что он просто будет улучшать изображение, вот и все. Ну, помогая, не знаю, этот же промпт, потому что он ничего не предлагает ни на русском, ни на английском. Значит, каким-то образом он дорабатывает уже имеющийся промпт. Возможно, для того, чтобы не рассеять лучше понимать. Да, и еще скажите, пожалуйста, я тоже упустила этот момент. Мы задали вот этот, написали промпт. Дальше для того, чтобы сгенерировалась картинка, мы куда нажимаем еще раз, покажите мне. А, вот она, вот эта кнопка самая большая. А, вот эта самая желтая кнопка, да? Она рядом и будет работать. Понятно. Да, 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 да. Смотрите, теперь следующее. Это тот самый вопрос, который я подумал, да, по поводу большого изображения. Ну, я сначала подумал, да, что у меня... Ну, точнее, я сказал, что у меня здесь две картинки. Ну, вообще их там три. Ладно. У меня в презентации здесь показано как раз-таки вот такой вот стиль наложения. Одно, ну, наложение этой самой генеративной области на уже имеющуюся картинку. И неспроста. Там в задании все это более подробно описано, так что, если что, можно почитать. Ну, вот условно. Я сделал вот эту картинку. Давайте, наверное, как-нибудь... Ну, нет. Давайте вот так вот сделаю. Хорошо. Вот так. Если мы возьмем... К слову, мы можем промпт потом немножечко поменять. Но пока что мы работаем вот с одним промптом. У нас есть один промпт. И замечательно. Оставляю тот же самый промпт, но при этом рамку перемещая не в какое-то рандомное место, да, а делаю специально так, чтобы у меня часть этой рамки касалась моего рисунка, который уже был до этого сгенерирован. И теперь я попытаюсь сгенерировать слово. Таким же запросом, да? Да. Запрос можно поменять, к слову. А для чего это делается, вот это наложение? Сейчас покажешь. Сейчас увидите, Татьяна. Это такая... Это, я бы сказал, такое преимущество всех вот этих канвасов над какими-то телеграм-ботами. Это адобовская разработка или нет? Нет, вот этот фьюжн-брейн, это российская разработка. Ну, похоже, чуть-чуть на иллюстраторы вот. Смотрите, что у нас получилось. Ровно в том месте, в котором я захватил эту самую картинку, нейросеть взяла за основу ту часть картинки, которая у нас была, сохранила общую стилистику и при этом, соответственно, дорисовала к текущей картинке, ну, соответственно, то, что у нас должно было, ну, точнее, то, что мы ее попросили. К слову, если я сейчас сделаю здесь справа и сделаю, не знаю... Пусть будет счастливый хозяин. Вот так. Вот так. Так, ладно, пока оно генерится. У вас, конечно, есть эта презентация, да? То есть здесь я, опять же, описывал процесс так. Так, и получается у нас, смотрите, если мы не меняем стиль, не меняем описание и так далее, то у нас можно из одной, условно, такой картинки, да, наложить слева, наложить справа и получить, ну, я бы сказал, наверное, постер это. Какое разрешение он идет, вот если сохранять для печати, например, какой-то? Давайте посмотрим. Ну, здесь уже идет 2594 на 1025. К слову, эту картинку можно не только сверху делать, ее можно и, ну, как бы, ну, точнее, не только слева-справа, ее можно дополнять как угодно. То есть и здесь, и здесь, и здесь, по итогу у нас может получиться 4К-картинка, которую мы тоже можем скачать и, в общем-то, использовать ее, как нам хочется. Да, в общем-то, ну, здесь пример промпта есть, все есть. Теперь, смотрите, здесь можно немножечко поменять условно описание. То есть вот у нас есть какая-то картинка, да, и, ну, скажем, вот эта вот часть мне не особо нравится. Давайте какой-нибудь кибертрак. Так, мне атюрная машина. Вот так, ладно, пусть будет. Мне, соответственно, эта часть не понравилась. Я захочу ее перегенерить. Подписывайтесь на мой канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Давай, Fusion Brain соображай. Да, конечно, картинки здесь дольше генерятся. Хотя, в принципе, мне кажется, по времени сильно оно там у других нейросетей не отличается. А вот это интересно. Почему это он мне не поменял это изображение? И он ничего, в общем-то, нового не добавил, да? Он качество картинки просто решил лучше сделать. У меня решило нейросеть немножко, видимо, взбунтоваться. У меня наложение не получилось. Возможно, я добавила там в промпт уточнение. Одни просто обсуждают студенты проект, а второй промпт я написала начальную фразу стайла, а концовку изменила. Обсуждают график и рисунки. И вот наложение не получилось. Или, может быть, поле наложения должно быть каким-то другим, скажем, более глубоким, чтобы два квадрата друг на друга 50% захватывали? Или это не имеет значения? Это на самом деле не имеет значения. Это просто, видимо, изображение не получилось. Попробуйте его перегенерить. У вас просто там два человека слиплись. Да, да. Да, это... Лучше это все перегенерить. У Юлии прям классная картинка получилась. Странно, что у меня просто... Оно не загенерилось. А если я отключу RGPT? Он просто мне взял и высветлил эту картинку. А, секундочку. А если я сделаю вот так? Вот так. Все, пусть он... Ну, либо он вот эту часть дорисует и где-то добавит, либо еще что-то сделает. Ладно, потому что, ну, как бы на этом примере там вместо с правой стороны решил добавить море, с левой стороны звезду смерти, оно замечательнейшим образом добавилось. Ладно, сейчас попробуем еще разок. Если нет, то пойдем тогда дальше. Ничего страшного. Так. Не рассеять, давай-ка я не бунтую, потому что она что-то сгенерила, потом остановилась. Ну, хорошо. Если я сейчас напишу убери готов. Пусть он их немножко убирает. В общем-то, дальше я здесь приводил пример того, как добавляю новые фрагменты к общей картинке, при этом меняя стиль и описание, я получил изображение с новыми деталями. Хочу обратить ваше внимание, что, в общем, если вам не понравилось изменение, то их можно отменить, да, опять же, кнопками в углу. В общем-то, по запросу, да, космос, планеты, Fusion Brain добавил сверху нового фрагмента, стиль был изменен на детализированное фото. То есть, если здесь, везде снизу был стиль киберпанк, он так и остался, сверху мы можем взять и дополнить, ну, соответственно, новый стиль выбрать, ну, и что-то сгенерить, то есть объединить несколько стилей в одно изображение. Ладно, все равно долго думает. Продумал? Ладно, видимо, ему не особо это нравится. Странно, вообще он должен взять и это все перегенерить. Окей, хорошо, а если я ему сейчас задам... Если я сейчас сделаю вот так. Ластик же есть. Вижу чат, сейчас посмотрю. Вот так. Так, только я его так чуть-чуть подвину. Ага. Миниатюрная машинка, при этом стиль я хочу поставить не киберпанк, а стиль хочу сделать... Ну, пусть будет 3D-рендер. Хорошо, промпт, миниатюрная машинка, спортивная... стичные детали. Вот так, пусть делается. Все. Я надеюсь, что мне сейчас котов туда не нагенерят. Хорошо. Просто поменяли немножко стиль. Сейчас посмотрим, как это работает. Опять же, к слову, ластик, да, это удобная функция, которая позволяет удалять нежелательные объекты на картинках, но работает ластик с небольшими нюансами. Во-первых, если мы удаляем ненужную часть на картинке и повторяем запрос с тем же описанием, то нейросеть автоматически восстановит то, что было стерто. Именно поэтому я стер и немножечко поменял запрос, потому что котов она генерит постоянно. В общем-то, перегенерит заново, создав некоторые изменения в результате. Во-вторых, чтобы заменить нежелательный объект на нужный, необходимо сформулировать в описании, что именно должно быть нарисовано на месте стертого объекта. Вот, пожалуйста. То есть объект был стерт, да, объект был стерт, я сказал, что именно мне нужно, и мне нарисовалась машинка. При этом машинка у меня нарисовалась, да, в стиле 3D-рендера, и при этом нейросеть, не глупая, объединила и стиль киберпанка, и стиль, в общем-то, этого 3D-рендера. Возможно, машинку она полностью, ну, машинку она полностью и оставила, да, в стиле стики 3D-рендера, но за счет вот этого всего освещения, которое есть вокруг, да, вот это добавление, выглядит это очень даже неплохо. То есть если я сейчас это все уберу, да, здесь, конечно, видно небольшое наложение, вот если так присмотреться, вот оно видно, вот эта часть ластика, оно видно, но если, сказать, за этим немножко последить, да, ну, один раз перегенерить, второй раз перегенерить, то будет, как говорится, счастье. Здесь у меня было, ну, соответственно, да, было стерто лицо, президент Трамп, лицо сбоку, пожалуйста, получилось. Дальше, здесь, в общем-то, это к слову, о том, что можно сделать, да, мы еще не загрузили свое фото, сейчас обязательно это сделаем. Слушайте, а давайте мы сразу и загрузим кота. Берем свое изображение, вот это изображение, ой, оно получилось, конечно, гигантским. Могу ли я его еще? О! И сейчас мы здесь попробуем дегенерировать. Так, чат, чат, Татьяна пишет. Так, Александр тоже задал вопрос, надписи на картинках везде с ошибками, я уверен, что-то, я уверен, честно, просто я как бы надписи... Несмотря на то, что я вводил в промпт скрипт, we are hiring, да, все равно буквы путают и изменяют их местами. Я не знаю, на самом деле, прям с чем это связано, ну, потому что нейросети явно же кормили изображения там букв каких-нибудь. но с буквами, да, у них проблема. Ну, да, Татьяна, неплохо. Я бы сказал, что это даже какая-то картинка то ли с интернета, ну, если на руки не смотреть, да, пока что смотреть чисто на лица, такое ощущение, что это какая-то картинка с интернета, с какой-нибудь презентацией, условно, или из какого-нибудь сайта по продаже чего-нибудь. Удобно, знаете, делать в таком роде, это хорошее такое дополнение к основной мысли вот на центр картинки, да, и потом добавлять какие-то, ну, скажем, как плакаты иногда рисуют, да, или вот генерируют, скажем, вот иногда надо в рекламе показать фестиваль и инструментарий, который там будет состоиться в этом фестивале, там направление, там, и тогда в одном баннере получается одна тема, но она разворачивается с разными вот этими подходами, направлениями, участниками и так далее. Ну, такая, в принципе, достаточно полезная вещь. Так, Юлия тоже что-то сгенерировала. Юлия, наверное, большую картинку сгенерировала на 10 мегабайт. Ну-ка. О! Там мегаплакат прямо. Ну да, выглядит еще корги в конце. Да, потому что там котенок не сгенерировался, ну, пришлось ластиком поменять, ну, в общем, я не стала уже кота добавлять. Корги вышел как-то получше. Лучше. Лан, скажите, пожалуйста, а можно, например, попробовать вот в данной фотографии с котом убрать часть, ну, или шторы, или окна и заменить на что-то другое? Вот потому что я сижу, пытаюсь параллельно у себя убрать окно, прописываю, брать окно, сделать стену, или там коричневую стену там хочу слить, и он мне упорно все равно вставляет разного вида окна. Попробуйте это ластиком подтереть. Так вот я подтерла, и выделив опять эту же картинку, и давая другую генерацию, чтобы он автоматом заменил, ну, то есть он мне все равно упорно ставит окно, то есть не стену, не там, не что-то другое, а именно вот другую вариацию окна он мне вот упорно предлагает. Интересно. Сейчас попробуем, ну, вот, предположим, здесь были шторы, сейчас я попробую. Так, кота немножко цепанул. А, жалко, конечно, здесь нельзя областью выделить, вот если бы выделить область, было бы еще лучше. Ну, конечно, коту немножко потерли усы, но я думаю, нейросет сейчас усы ему восстановит. Так, хорошо. О, а мы сделаем вот что. Мы вообще ему сотрем весь фон и попробуем сделать сейчас какой-нибудь лесной фон. Так, так. теперь сюда. О, кот смотрит в небо, предположим, лесной фон, день, не знаю, зеленая трава, не знаю, красивые деревья. Кстати, можете еще, знаете, что можете попробовать в негативный промпт прописать окно. Тоже как вариант. Ну, а сейчас попробуем и здесь. ой, правда, у меня там стиль 3D, надо, нет, я сейчас отменю и сделаю стиль, свой стиль, чтобы он мне не перерисовывал или не дорисовывал этого кота. давай фюжен брейн не подведи. О, и усы, странно, да, да, нейросеть добавила усы. Ну, и какие-то, да, и здесь. То есть, попробуйте, попробуйте действительно закинуть в негативный промпт окно, либо, я не знаю, область какую-нибудь поменять, возможно, попробуйте сверху сначала что-нибудь вот так подгенерить, потом справа, и не пишите там, не пишите, уберите окно. Не надо, просто вот то, что ластиком было подтерто, вот оно стерто, здесь платформа сама видит, где был ластик, где не был ластик, и потом уже просто написать запрос, что хочется видеть. Там, не знаю, фон такой-то или что-то такое-то. То есть, можно не писать, что на месте окна, потому что, если писать на месте окна, нерасеть такое ощущение, что понимают это не как на место окна, да, или на месте окна, она понимает это так, что буду пилить туда окно. Вот тебе там ретро-стиль, вот тебе киберпанковский стиль, любое окно, ну, там будет окно. Ну, соответственно, свою фотографию, свою фотографию какую-то добавить можно. А как вы увеличиваете, приближаете колесикам? Control зажимаю. Control? Да. Здесь, как в фотошопе работает, единственное, что мне не очень нравится, что нельзя зажать alt и вправо-влево подвигать. Тут alt сильно ни за что не отвечает. Поэтому передвигать только если пробел зажимать. Ну, соответственно, можно здесь тоже часть изображения, можно вообще попытаться этого кота дорисовать, кстати, почему бы и нет. Предположим, лесной фон, день, зеленая трава, бла-бла-бла. Оставлю тот же самый промпт, просто не буду прописывать еще раз кота. Мне интересно, как он его дорисует. Надеюсь, что хорошо. Ну, соответственно, такая же история, да, можно что-то выделить, прописать и где-то что-то заменить. То есть, если вы берете свою какую-то фотографию, пожалуйста, можно взять, выбрать какую-то деталь, тот же самый фон, не знаю, те же самые волосы, там, не знаю, рисунок на футболке, можно что угодно, в общем-то, здесь заменить. Ну, да, если я сейчас верну обратно, я надеюсь, он мне второго кота не решит дорисовать, то это будет немножко грустно. Хорошо, да, опять же, так как я и сказал, да, можно добавлять свою картинку, стирать с нее лишнее, генерировать новую, но, опять же, этот режим, да, мне не особо понравился, но работает он не всегда так, как хочется. А подскажите, пожалуйста, как удалить вот то, что мы создали? В плане? Делит здесь не работает, просто взял и удалил. Ну, вот, например, картинки у нас есть, нам их надо удалить, очистить поле. Как мы делаем это? Делит обычно не работает. сейчас. А вот сверху, смотрите, вы когда нажимаете на картинку, в левом меню появляется удалить. Да, все, спасибо. Ну, да, к сожалению, готового кота он не хочет дорисовывать. А если прямо ему сказать, дорисуй. но все равно, да, вот я говорю, есть проблема, то, что он, ну, не работает, так как иногда хочется. Можно, можно его там, не знаю, затюкать. все. Ну, хорошо, хоть фон меняет. Опять же, да, здесь та же самая история, загружаем свою какую-то картинку, море, синие, пляж, пальмы, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, ну, и что-то оно дорисовало. Ну, конечно, крифоваться оно немножко добавило, вот, предположим, здесь этого спанчбоба. Ну, ладно. Разные стили, да, роль Шварценеггер, Брэд Питт. Стили разные, слова, в общем-то, менялись немножечко местами. Так, что здесь еще? Ну, соответственно, стейк, салат, апельсиновый сок. Можно, генерить, соответственно, еду, которая будет выглядеть очень даже неплохо. Апельсин, правда, какой-то немножечко, а, ну, это стиль, наверное. Вот здесь апельсин немножко кривой, вот здесь еще более-менее. Вот мне кажется, вот это что-то с реализмом было связано. Вот это. Все остальное немножко такой. очень классный код получился, да, Илона. Там Корги еще загрузилась. Вот это кота я выбирала, вот Корги вставила на место кота. Ну, нормально он перегенерил, да. Да, неплохо. Ну, если присмотреться, конечно, все равно видно, что что-то не то. Ну, конечно, нейросеть всегда выдают деталь. Приближаем, смотрим, видим какое-то небольшое несоответствие. Ну, вот у Корги, предположим, с лапами не совсем. Ну, да, и вот ухо, которое вот, справа, которое у него левое. Да, 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 да. Что-то вообще непонятное. Это кусок, кусок тряпки с этого лежака на ухо, на лес. Ну, с котом вроде таких проблем нет. Ну, у кота, правда, расположение задних лап немножечко странное, но, ну, и, по всей видимости, этот шезлонг, да, он немножечко сломан на фотографии с котом, потому что справа вроде все соединено, а слева мы смотрим. Ну, там как-то отдельно какие-то палки. Надо тоже вопрос о к нейросети. Да. Ну, то есть, опять же, нейросети, ну, нигде они пока что еще не идеальны. Они стремятся к этому, но не идеальны. Да, следующее, я вам просто такой, да, в начале занятия небольшой ввод, чтобы у вас было понимание, что такое негативный промпт, а сейчас мы попробуем целенаправленно погенерировать картинки. Кстати, дорисовал, ой, господи. Это что-то страшное. Ладно, мне нравился исходный вариант, который здесь был, которому просто дорисовалось, которого просто поменялся фон. Вот это выглядит классно. Да. Тогда, ну, я вам специально сделал такую подводочку, чтобы у вас приблизительное понимание негативных промптов было. Сейчас реальные примеры, я надеюсь, что они попропадают, потому что меня нейросети иногда не слушаются. Иногда негативные промпты действительно работают, иногда они не работают, а иногда у меня картинка, где, казалось бы, должен быть небольшой косяк, их нету. Вот просто я генерю, 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 косяков вообще нет. Ну, даже никогда я не пишу негативные промпты. Поэтому тогда сейчас у нас 20 минут перерыв, встречаемся тогда в 58 минут и работаем с Fusion Brain именно с негативными промптами. Демонстрация. Так, я остановился на том, да, что говорил, что показывал вам с самого начала немножечко негативных промптов, ну, на примере Кадинского, на примере Телеграма, просто там ну, такой. Ну, хотя и здесь понятный интерфейс, но хотелось вам еще немножко Кадинского показать. негативные промпт. В общем-то, в отличие от основного запроса, это набор понятий, которые не нужно рисовать. Например, человек под дождем. вот давайте нарисуем, потому что обычно нейросеть, когда ей дается запрос человек под дождем, она начинает рисовать человека с зонтом под дождем. Переместим сюда. и стиль давайте ну, пусть будет детальный. Детальный, мне кажется, здесь все равно реализм, поэтому ну вот о чем я и говорю. Ладно. Еще раз, сейчас пару раз попробую. Нет, ну тут прикольно, единственное, что, конечно, глюки. Ну вот, например, ты делаешь изображение, рядом по соседству продлеваешь как будто эту же серию. И вот я пишу стол, чтобы мне не рисовать, да? Уважаемые слушатели, выключите, пожалуйста, звук. Вы мешаете. Большая просьба. Там микрофон есть. Я стараюсь в белой скатерке в столе. Велта, Велта, у вас микрофон включен. Лучше он мне нарисовал. То есть вот это он дает. Да. Сейчас я с пятого раза. А вот это вот на стене. Вот так сделаем и все. В общем-то, вот, человек под дождем. Единственное, что если здесь немножечко подправить пром, да, и написать в полный рост, тогда начинает, в общем-то, лепить он сюда зонт. Давайте еще раз попробуем еще одну картинку. вот, 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 о чем я, в общем-то, и говорил. Если мы делаем полный рост, а не портретную, да, правда, здесь получалось, ну, и своего рода портретная такая, да, история, просто человек под дождем. Сразу начала, начинал рисовать зонт. Ну, видите, здесь получился такой непонятный, да, кривой зонт, человеку без рук умудряется держать. И здесь у меня тоже самая история. Руки опущены, но при этом зонт на голове присутствует. Теперь давайте добавим негативный промт зонт. Негативный промт зонт. Вот так. зонт. Спасибо. 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 У нас почему-то появилась третья рука, которая теперь держит зонт. Напробуем еще раз. К слову, здесь зонт, ну, соответственно, тоже оставался сверху. Ну, соответственно, если мы сейчас второй раз еще попробуем. здесь у нас здесь у нас вообще два зонта. вот так хочу сделать. на признат. на признации на самом деле у меня получилось все довольно быстрее. зонт. То есть, изначально негативный промт криво, негативный промт криво, с третьего раза что-то загенерило. Ну, пожалуйста. Статистика, да? с третьего раза получилось то самое изображение, которое я хотел. В негативные промты просто закинул зонт, зонтик и лишние руки. Если нету лишних рук, значит, нету желания добавить какой-то зонт. Поэтому вот так супер просто, да, пользуясь, соответственно, уже самой платформой Fusion Brain, можно так сказать, убрать то, что мы не хотим видеть с изображением. Это пока что самый такой простой пример. Я на следующем занятии соберу и сделаю вам промт для так, чат. Татьяна что-то сделала. А, только вы уже сделали человек под зонтом. Ну, я сначала под дождем делала. Человек под дождем. А он мне чего-то сделал его под зонтом. Потом я негативный промт прописала зонт. И вот с третьего раза он мне его убрал. Потому что зонтик сам по себе, человек сам по себе. Ну, вот то, что получилось. Ну, просто несколько раз, я так понимаю, надо пробовать для того, чтобы добиться какого-то результата. Здесь, да, здесь надо несколько раз. Ну, вот, как видите, какая-то, я не знаю, статистика странная или что работает. Меня не растить, тоже поняла, только с третьего раза. Ну, и то, когда я немножечко дополнил негативный проб. То есть и уменьшительный ласкатель, ну, плюс лишние руки. тоже решил добавить. Игорь, на следующем занятии я вам соберу, покажу, как сделать промп такой универсальный для людей. Что я подразумеваю под этим промптом? то есть всякие уродства, ну, в 99% случаев он их убирает. Просто покажу, как он строится. и что лишнее нужно убрать. Хорошо. Так, по поводу негативного промпта. здесь ничего сложного нет. Указываем, что мы не хотим видеть, и все замечательно. Единственное, что возможно, это как-то более колоритно расписывать. Тогда будет часть. Продолжение следует...